Десятки лет жители дома номер 16 поселка совхоза имени Ленина ходили на спортивную площадку по двум пешеходным дорожкам. Но в один непрекрасный день здесь появилась строительная техника управляющей компанией ЗАО «Совхоз имени Ленина Плюс» и дорожки попросту уничтожили, сделав с другой стороны тропинку из битого асфальта. Просто шла с работы и обалдела. Все снимается, все убирается. Здесь стоял эскаватор, вот там уже счищал асфальт. Потом уже здесь, вот на второй день. И вот здесь тоже трактор проходил с ковшом и рассыпал вот этот гравий, по которому вот у меня внук, инвалид детства, ДЦП, не может с ролятором ходить. Татьяна Цуканова, бабушка, ребенка-инвалида Даниила Джан-Джулии. Сам Даниил приболел и выйти к съемочной группе не смог. Бабушка показала, что по новой дорожке он передвигаться не в состоянии. Представьте, вот товарищ 60 килограмм веса и все. И он встал. Дальше уже не идет. А началось все с полезной инициативы местных жителей положить на проезжей части лежачих полицейских. Даже письмо на имя Павла Грудинина составили. Когда мы собрали эти подписи, я случайно встретила Грудинина Павла Николаевича, мимо здесь проходящего. Я даже сама ничего не говорила. Он сам мне предлагал, пройдясь вдоль дома, что да, вот здесь нужен. Он со мной согласился, вот здесь нужен полицейский, здесь. И вот как раз напротив этой площадки он сказал так, что да, я вижу, здесь дорожки есть. И логично будет здесь установить установку лежачего полицейского. Собственно, меня это удовлетворило. Я обрадовалась, что наконец-то у нас все случится. Но что-то пошло не так. Лежачие полицейские решили не устанавливать. А чтобы народ по проезжей части от подъездов до площадки не ходил, добротные асфальтовые дорожки снесли. Теперь для инвалида попасть сюда целый квест. Приходится обходить по той дорожке, выходя на проезжую часть, и только тогда можно попасть вот сюда. Мы ходили сюда, занимались на этих тренажерах. Теперь мы такой возможности не имеем. Понятно, что такое положение вещей никого не устраивает. Татьяна Цуканова написала письмо в управляющую компанию с просьбой восстановить дорожки. И вот какой ответ она получила. Собственником территории вокруг спортивной площадки у многоквартирного дома номер 16 является администрация Ленинского городского округа. В связи с чем управляющая компания не может производить работы по благоустройству указанной территории. Неожиданный поворот, то есть сносить дорожки на муниципальной земле управляющая компания ЗАО «Совхоз им. Ленина Плюс» может, а вернуть все как было – нет. А люди все равно ходят по привычному пути. Посадили вот кусты такие. Но люди как привыкли ходить. Мы всю жизнь, мне кажется, здесь они были. Они сначала были вот такие вот плиточные узкие дорожки. Потом их сделали хорошие широкие асфальтные. Но для инвалида такой способ попасть на площадку не подходит. И у Татьяны Цукановой, и ее внука теперь вся надежда только на администрацию округа. Максим Козлов, Иван Головков, Елена Кошелева. Видное ТВ.